а перед началом данного видеоролика хочу порекомендовать свою группу по продаже робоксов здесь вы сможете приобрести робоксы по курсу один к двум с половиной кому интересно ссылочку оставлю в описании всем привет сегодняшнем видеоролике вам покажу как скачать чит от rexploit как вы видите у них есть свой личный сайт по дизайну кстати довольно красиво сделан мне все нравится также все ссылочки будут в описании заходим на их не сайт после этого листаем вниз и вот здесь нажимаем кнопочку скачать после этого нажимаем ее здесь здесь у нас разрешить нужно нажать нажимаем и вот он у нас появился если у вас chrome также блокирует нажимаете вот на эту стрелочку и здесь должна быть кнопочка сохранить если у вас ее нету как у меня нажимаете показать все и вот здесь она у вас появляется нажимаем сохранить все равно продолжить все отлично мы его скачали теперь давайте я вам покажу как отключить уведомления которые вам будут приходить нажимаем вот сюда на три точки после этого настройки так заходим сюда настройки сайтов листаем вниз так немного повыше заходим в уведомления теперь листаем в самом низ и вот здесь написано у вас разрешить это разрешенные сайты с которых будет приходить уведомление нажимаем отсюда на три точки либо блокировать либо удалить как вам удобнее все мы его убрали теперь у нас не будут приходить разные уведомления так давайте перейдем к читу нажимаем показать папки после этого заходим в rar файл все отлично и перетаскиваем папку с читом на рабочий стол так все мы перетащили заходим нее и запускаем boost upper ждем пока он загрузится как видите тут довольно прикольная анимация ждем пока он скачает все все загрузит час так все отлично теперь нажимаем get key так сейчас эту ссылочку скопируем просто я через вот этот сайт который открылся я не смогу скачать его этот ключ так нажимаем ее разрешить и вот он ключ копируем его создаем допустим какой-нибудь текстовый документ там любое название можно даже написать давайте кей напишем так заходим сюда вставляем ключ сохраняем так и теперь давайте опять отключим по быстренькому уведомления выполняем все те же самые действия которые были до этого так все готово теперь это можно пока что все закрыть давайте заранее откроем на роблокс все готово так и теперь вставляем вот сюда ключ и нажимаем ok так все вот он появился наш чит по дизайну довольно прикольно сделан здесь это можно все стереть но но нам не надо так давайте посмотрим что у нас тут по функционалу так тут у нас скрипт хаб ну кстати принципе довольно необычный но почему-то тут довольно мало скриптов только шесть криптов так ладно идем дальше универсальные скрипты так тут у нас самые основные команды той скрипты которые есть во всех читах принципе не интересно единственно вот чат сустим или система это я не знаю что это за функция но связано с чатом также смотрите тут можно сделать скорость какого вам угодно и прыжок так заходим вот в эту шестеренку это настройки у нас как видите здесь есть информация десигна функции и меню так но по функциям принципе тоже как и во всех других читах на вроде нового ничего нету окей кредит это получается то делал вот здесь написано разработчики а это я не знаю что и я так понимаю вот это донатер который больше всего за на носил и также написаны другие которые тоже донатили так ладно давайте уже зайдем в roblox допустим какой там есть режим в крипт хабе такс давайте в принципе мир друг министре 2 зайдем так он у меня в историях где-то должен быть так что-то его не вижу а вот все нашел так все заходим сюда ждем пока у нас запустится roblox так и после этого нажимаем здесь кнопочку inject давайте сначала уберу звук сделаю качество на максимум и нажимаем inject так ждем пока мы заинжектимся сейчас должна появиться иконка три эксплойта ждем так ну как видите она появилась а значит мы заинжектились у нас ничего не вылетела ничего не багнуло отлично и теперь давайте принципе зайдем в скрипт хаб и нажимаем execute так всем вот у скрипт наш появился и скрипт хаба так но это принципе довольно старенький скрипт вот все функции думаю вы уже давно и давно видели но давайте вам принципе покажу кто не видел мюрдер спи это вы будете видеть кто играет за маньяка и также как далеко он от вас будет и шериф спи но пока что это не работает потому что я еще не телепортировался на карту давайте подождем немного так что тут есть но у клипа давайте его включим как видите работает также можно его на кнопочку b английскую включать и выключать как видите тоже работает а fly на l нажимаем как видите тоже все работает также давайте здесь попробуем тоже работает отлично kill all это так понимаю убить всех но эта функция скорее всего будет работать когда вы будете играть за маньяка также можно себе выбрать допустим скорость ну давайте напишем 50 нажимает нажимаем set walk speed как видите все работает давайте вернем обратно где-то у нас 25 было примерно так а также можно прыжок повысить пишем допустим 50 нажимаем set jump power и 50 мало давайте 100 тогда вот что уже повыше как видите все работает отлично так возвращаем тогда обратно 50 все отлично так карту уже выбрали сейчас мы на нее ты пахнемся также можно ты пахнуться в лобби ты пахнуться к убийце а нифига сия шериф прикольно так включаем мюрдер спи и включаем шериф спи так заранее убегаем куда-нибудь вот сюда я надеюсь я не упаду да я не упал так как видите все прогрузилась вот показывает то что я шериф а также показывает где у нас сейчас убийца можно ты пахнуться к нему но я не буду этого дела потому что скорее всего он меня сразу убьет а также ты пахнуться к шерифу но в принципе показать не смогу то что я шериф так давайте сюда забежим а также можно ты пахнуться к игроку пишите вот здесь его имя и ты пахаетесь к нему и ты пахнуться в лобби вот все эти функции принципе рабочие коин фарм тоже работают у нас шов names это так понимаю показать имена или нет не знаю чуть не работает так а ладно давайте принципе мы убьем сейчас убийцу а и также еще есть функция ганграбер то есть если меня сейчас кто-то убьет и будет помимо меня еще какой-то читер он сразу сможет и поехать ты пахнуться на а вот этот револьвер на оружие его взять и меня убить так он бежит сюда давайте сейчас устроим ему засаду сделаем маленькую ловушку так где он там бегает давайте ждем пока что ведь закрыли это фигово но я надеюсь он сейчас сюда пойдет так ждем так на вроде сюда бежит выжидаем его да я его вижу так я промахнулся уходим так выжидаем его надо подловить тайминг а он спрятался я вижу его окей давайте тогда сделаем вот так вот обойдем его с другой стороны так я надеюсь он ничего не увидел ничего не заботозрил так все бежим за ним быстрее а он убежал так что там не получается мне его убить выжидаем ну ай промахнулся опять ё-моё все отлично фу напряженка конечно нормально такая была но чё-то он как-то больно сильно от меня уворачивался так ну в принципе на как видите функции рабочие все круто давайте ты пахнусь в лобби как видите им телепорт работает также на карту но на карту сейчас а ты пахнусь не могу потому что она не загрузилась принципе давайте сейчас покажу чтобы вы не говорили то что эти функции не работают так также у нас тут добавили какую-то ёлку я кстати раньше не было вот тут у нас находится секретка видите только не знаю для чего она вообще сделана ну ладно так выходим отсюда так почему я выйти не могу а все отлично я думаю уже там застрял навечно так всем у нас карта сейчас загружается все у нас перекидывает также мирдер спи и шериф спи он сейчас должен сам по себе обновиться а тп ту мап как видите работает эти порты работают отлично так и теперь смотрим шерифа вижу маньяка пока что не вижу ага все маньяка вижу нужно было просто обновить все таки лучше обновлять так допустим тп хаемся к шерифу как видите все работает тп хаемся к маньяку тоже все работает отлично так теперь убегаем чтоб он нас не кокнул ну и давайте проверим coin farm ну как видите эта функция работает но если вы ее будете использовать вас получается будет кикать ну на этом у меня все кому понравился видеоролик можете поставить лайк подписаться на канал с вами как всегда была избан всем удачи и пока у меня науге а 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 Продолжение следует...